Казанский федеральный университет В рамках встречи двух президентов Туркменистана и Татарстана Руководитель акционерного общества «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов провел переговоры с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым Исполнительный директор компании «Джиад» Абдул Алябри во главе делегации султаната Мана прибыл с визитом в Казанский федеральный университет Федеральные каналы поведали нам о том, что ученые Казанского федерального университета изобрели уникальный протез для сосудов с врожденными пороками в детской хирургии Марковниковский международный конгресс по органической химии при совместной организации Казанского федерального университета и Московского государственного университета имени Ломоносова прошел в эти дни в Казани 1 июля 2019 года исполнилось 225 лет со дня рождения великого астронома, первооткрывателя Антарктиды, ректора Казанского императорского университета Ивана Симонова Президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев посетил Казанский федеральный университет в эти дни В сопровождении ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова академик Александр Сергеев побывал на ряде объектов университета 29 июня Казанский федеральный университет впервые посетил президент Российской академии наук Александр Сергеев Так как в должности он находится лишь в 2017 года, посетить научный центр КФУ до этого момента не удавалось Как утверждает сам Александр Сергеев, ему важно было приехать и лично посмотреть, каким образом и какие направления развиваются в Казанском университете И как устроены взаимодействия науки и образования по всему спектру В первую очередь в рамках визита гость посетил астрономическую обсерваторию имени Энгельгарта, где была проведена экскурсия по исторической ее части После гость отправился в планетарий, расположенный на ее территории Огромное впечатление на гостя произвел Центр ситуационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии Он подчеркнул, что в Казанском университете есть безмерные возможности для обучения будущих высококвалифицированных врачей Следующим пунктом визита стал Институт геологии и нефтегазовой технологии Где были продемонстрированы возможности приоритетного направления к нефти в части добычи полезных ископаемых Рабочий визит завершился посещением Химического института имени Бутлерова Гостью были продемонстрированы лаборатории, которые специализируются на разработке катализаторов для химической промышленности Мне кажется, что действительно Казанский федеральный университет очень правильно использовал те средства, которые выделялись в течение нескольких лет Казанскому федеральному университету для того, чтобы именно приобрести новое современное исследовательское оборудование Которое сейчас прекрасно работает и на науку, и в центрах коллективного пользования Работает на то, чтобы приносить доход университету Это и в направлении медицинском, которое мы сегодня посмотрели, и в направлении геологическом, и в химическом направлении Это очень правильные такие вложения были, которые позволили университету подняться и сейчас по ряду направлений быть таким лидером в научном стране Очень сильное впечатление, конечно, производит ваш медицинский центр, где одновременно у вас есть и наука, и в области биологии, и в области фармацевтики И в то же самое время трансляционная такая вот медицина, то есть трансляция современных достижений биологии и естественных наук в медицину Ну и, конечно, вот этот ваш совершенно уникальный центр симуляторов, который известен на весь мир Я где только о нем не слышал, в каких городах и странах, но вот сейчас увидел действительно это совершенно уникальная у вас такая структура И очень важно, что вы здесь оказались на самом таком острие современной медицины, потому что именно сейчас через вот эти вот симуляторы, через обучение на симуляторах и студентов, через подготовку медиков на этих симуляторах И строится современная система образования в медицине, то есть это действительно очень интересно Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать, мы начали сегодня наше путешествие с ректором с вашего планетария, с той загородной площадки, которая есть у вас Ну и здесь действительно, ну я получил впечатление, вот укунувшись и в такую вот историю уже и позапрошлого века И то, что действительно астрономия в России в значительной степени развивалась благодаря Казанской научной школе И действительно вот узнал, что и Великий Лобачевский, оказывается, действительно был студентом Литрофа И как раз именно вот такие вот занятия астрономией именно помогли ему сформироваться в такого вот великого ученого Ну, я думаю, что мы будем устраивать отношения с Академией наук, с вашим университетом Я уверен, что это мой не последний визит сюда Мы уже наметили какие-то такие вот конкретные идеи, чтобы мы могли участвовать и инициировать какие-то мероприятия Так что впечатления, конечно, очень хорошие и здорово, что у нас есть такой замечательный университет 23 июня в Казани состоялись переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Берду Мухамедова И президента Татарстана Рустама Мениханова В рамках встречи двух президентов ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Подписал соглашение о сотрудничестве с Туркменским государственным университетом экономики и управления Народам Туркменистана и Татарстана не нужны переводчики, чтобы понимать друг друга Ведь это два родственных, близких по духу, знающих друг друга тюркских народа Но не только язык и культура объединяют два народа, но и межгосударственные взаимоотношения стран Туркменистана и России В которых Татарстан как субъект Российской Федерации является одним из наиболее активных участников процесса 23 июня с визитом в Татарстан прибыла делегация Республики Туркменистан во главе с президентом Гурбангулыберды Мухамедовым Состоялась встреча и переговоры с президентом Татарстана Рустамом Менихановым Республика Туркменистан известна прежде всего благодаря своим богатым разведанным запасам природного газа и нефти Однако итоги визита в Россию и посещения столицы Татарстана обозначили направление на новую индустриализацию и внедрение современных технологий в производство Речь идет теперь как о нефтедобыче и нефтепереработке, так и, например, о планах по созданию в Туркменистане ряда сервисных центров КАМАЗа Также востребованы и IT-специалисты А для сопровождения проектов, разумеется, нужны люди Таким образом, для Казанского федерального университета появляется ниша для предоставления образовательных услуг Визит и многочасовое обсуждение совместных проектов дает надежду на расширение сотрудничества В частности, в Татарстане обучаются 2662 граждан Туркменистана, из которых 1538 в Казанском федеральном университете Это одна из самых представительных диаспор В рамках встречи президентов Туркменистана и Татарстана произошло подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Туркменским государственным университетом экономики и управления В рамках приоритетного направления Казанского федерального университета нефтедобыча, нефтепереработка и нефтехимия Происходят заметные позитивные изменения в части практического применения результатов исследований ученых Казанского федерального университета Крупные нефтяные компании, и не только российские, зачастили в Казанский федеральный университет Генеральный директор акционерного общества «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов встретился с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым Но не только отечественные компании приезжают в Казанский федеральный университет Исполнительный директор компания «Джиад» Абдул Алябри, возглавляющий делегацию Султанат Амана, провел переговоры с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров провел встречу с генеральным директором АО «Зарубежнефть» Стороны обсудили научно-техническое и образовательное сотрудничество между университетом и нефтяной компанией Ильшат Гафуров рассказал партнерам об истории современном состоянии университета В частности, речь шла о программах цифровизации процессов по каждому из приоритетных направлений развития КФУ Отдельно были затронуты вопросы, связанные с добычей и переработкой углеводородов Визит представителей нефтяной компании включил в себя посещение целого ряда лабораторий и научных центров АО «Зарубежнефть» и Казанский федеральный университет активно сотрудничают в области нефтегазовых технологий с 2015 года С того же 2015 года с АО «Зарубежнефть» реализованы три хозяйственных договора С научно-исследовательским институтом, входящим в АО «Зарубежнефть» за этот же период реализовано шесть хозяйственных договоров В 2018 году с компаниями заключено два соглашения о сотрудничестве в области инновационного и научно-технологического развития Результатом исследований является поданная совместная заявка на патентование технологии «Способ разработки бетуминозных карбонатных коллекторов с применением циклической закачки пара и катализатора акватермолиза» Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с делегацией Султаната Оман, визит которой состоялся в рамках развития сотрудничества в нефтегазовой сфере Представители Султаната Оман прибыли во главе с исполнительным директором компании «Эйджаат» Виртуальным оператором, объединяющим промышленность, науку и образование и правительство Омана Ректор КФУ рассказал гостям об истории и стратегии развития Казанского университета В частности, были обозначены причины выбора приоритетных направлений и требования, которые предъявляются исследователям Основной доклад с предложением сотрудничества представил руководитель стратегической академической единицы КФУ Михаил Варфоломеев Напомним, что среди партнеров КФУ значатся и компании из Султаната Оман В частности, университет имени Султана Кабуса в рамках контактов в области нефтегазовых технологий В октябре 2017 года в ходе визита делегаций университета имени Султана Кабуса в КФУ Были обозначены темы совместных научных исследований Технологии повышения нефтеотдачи, в том числе метод парагравитационного дренирования Технология, требующая бурения двух горизонтальных скважин, расположенных параллельно одна над другой Скважины бурятся через нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта Также среди совместных исследований разработка катализаторов для подземного облагораживания вязкой и сверхвязкой нефти И использование биосурфактантов Таким образом, сотрудничество в рамках соглашения, подписанного 25 июня Предполагает развитие и реализацию проектов в области образования и совместных технических исследований Федеральные телеканалы поведали нам о том, что уникальные протезы для сосудов изобрели ученые Казанского федерального университета Новейшее изобретение может стать настоящим прорывом в детской хирургии Аналоги протезы сосудов ставили и раньше Но ребенок растет, а импланты нет Приходилось менять протезы по мере взросления Изобретение же ученых Казанского федерального университета уникально тем, что теперь операцию ребенку можно будет делать только один раз Протез выполнен из органических материалов Картофель и кукурузы, съедаемые организмом ребенка Но при этом, по мере своего бывания, протез запускает механизм воспроизведения стенок сосудов Это так называемый процесс регенерации Нечто подобное происходит у ящерицы, у которой оторвали хвост и на этом месте вырастает новый Вначале операцию проводили на крысах А затем она успешно прошла на поросенке Который сегодня весьма бодр и весел Для внедрения технологии в практику здравоохранения требуется время на клинические испытания и не только Таковы требования, нужно время Особое спасибо нужно сказать Министерству здравоохранения Республики Татарстан Казанскому государственному медицинскому университету И Республиканской клинической больнице за поддержку Команда ученых Казанского федерального университета разработала новый и уникальный протез сосудов на основе растительных веществ Который после установки полностью замещается собственными тканями живого организма Протез основывается на растительном веществе, картофеле и кукурузе Они становятся некой питательной средой Организм начинает съедать растительный материал А образовывающуюся пустоту закрывают собственным материалом Запуская регенерацию тканей сосудов В 2012 году команда хирургов взялась за разработку Взяв за основу опыт руководителя научного кружка В котором состояли Вячеслав и его коллега Алмаз Гараев Сердечно-сосудистого хирурга Детско-республиканской клинической больницы в Казани Леонида Миролюбова Именно он впервые в мире в 2008 году поставил ребенку уникальный протез Аллаплант, который представляет собой технологию создания протеза Способного преобразовываться в собственную ткань организма Этот опыт пришел и понимание Это с первого курса хождения в кардиохирургию детскую В ДРКБ, где было наблюдение за пациентами, детьми в реанимации И вот это понимание, что сосудистый протез со временем, который вставляется и ребенок растет А сам протез сосудистый не растет Вот это и привело к тому, что поиск каких-то материалов для того, чтобы замещение этого сосудистого протеза Сотрудниками университетской клиники КФУ уже были проведены первые экспериментальные операции на свиньях Результат оказался ошеломляющим. Уже на следующий день после операции животное активно двигалось и просило еду Было сделано 15 операций на животных Результат хороший, то есть мы их ухаживали На следующий день они вставали на ноги Дальше кормили мы их Ну и через определенное время делали УЗИ этого места Дальше компьютерную томографию Ну и через определенные сутки выводили из хронической эксперимента Ну парочку оставили на более долгий период Ну годик, чтобы прошел там 9 месяцев Период восстановления составил около 65 дней За это время протез полностью изменился и сросся с тканью организма Финансирование поступает от благотворительного фонда «Линия жизни» Также исследованием помогает Казанский федеральный университет Поддержку научной идеи оказал директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов «Линия жизни» — это детский фонд для детишек И, соответственно, презентовав им свою научную разработку Они приняли решение, наверное, там совместно с ДРКБ и университетом Начать финансировать первый этап Ну вот мы сделали первый этап Сейчас ждем второй этап для того, чтобы лицензирование этого проекта Ну получение лицензии на этот протез Разработанный протез имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами Один из них — это меньший риск инфицирования Инфекция в ход взаимодействия с другими протезами И побороть ее сложно Протез, разработанный в КФУ, становится единым целым с организмом А не является инородным телом Если протез полностью замещается собственными тканями Конечно, у иммунной системы появляется большая возможность Бороться с бактериями, которые могут попасть в кровоток и в русло И в этом плане протезы новой конструкции имеют большую устойчивость к инфекциям Безусловно Ученым фактически удалось запустить регенерацию тканей сосудов Мы используем репаративную регенерацию Явление — это репаративная регенерация То есть мы даем основу Эту основу, поскольку она съедобная Ее кушают фагоциты специализированные клетки А другие клетки Фибробласты и фиброциты Выделяют собственный коллаген И идет, с одной стороны, биодеградация С другой стороны, нарастание собственной ткани Сращивание Да, и если эти процессы уравновешены по скорости и по объему Тогда все идет очень хорошо Вот мы надеемся, что именно так будет происходить Так происходит с этим протезом, который, так сказать, мы предложили Биодеградируемый протез сосудов является более предпочтительным выбором по сравнению с аналогами при лечении детей Эти протезы, замещаясь собственными тканями, не ограничивают, получается, рост организма И эти протезы, замещенные собственными тканями, могут расти вместе с организмом Поэтому, будучи внедренными, скажем, в детском возрасте, они не вынуждают производить повторные операции при росте ребенка Протезы такого же типа могут вызвать нежелательные новообразования в кровеносной системе В то же время, как протез сосудов, разработанный в КФУ, не вызывает подобных проблем Разработке необходимо пройти серию дополнительных испытаний, прежде чем ее можно будет применить на человеке Предполагается, что после прохождения всех фаз исследований Разработку можно будет применить при аневризмах, расслоениях аневризме и при любых поражениях сосудов Аневризмы заканчивают атеросклерозом, поражением сосудистой стенки И даже любые травматические поражения То есть, если какая-то есть нарушение, то вполне возможна замена этого участка Казанский федеральный университет принял решение развиваться в сфере трансляционной медицины Направление, которое предполагает сокращение разрыва между исследованиями ученых и практическим здравоохранением Для реализации такого подхода к КФУ была создана университетская клиника Чтобы сокращать разрыв между разработками и клинической практикой Выстроенное тесное взаимодействие ученых и врачей в рамках клиники начинает давать свои результаты Проведенная операция является одним из шагов реализации данной стратегии развития В последнее время многое часто говорят о необходимости быстрейшего внедрения научных открытий, изобретений и разработок в практику Особенно остро такой вопрос стоит тогда, когда имеются сильные и актуальные научные исследования и разработки Одна из таких историй произошла в КФУ Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Вячеслав Аверьянов и Алмаз Гараев Разработали принципиально новый тип протеза сосудов Вся фишка и неординарность их изобретения состоит в том, что протез выполняется из биоразлагаемого материала То есть после внедрения в организм данный протез через какое-то время будет переварен самим организмом Но вокруг этого протеза выстроится новая, живая, собственная ткань организма, которая заменит этот протез Это изобретение мирового уровня и оно снимает огромное количество проблем Особенно проблем в детской хирургии Такой острой проблемой в детской хирургии была необходима замена искусственных протеза сосудов Ребенок растет И через какое-то время приходилось заменять живленный искусственный протез сосудов на другой Более соответствующий росту ребенка Операции приходилось выполнять многократно, ведь ребенок растет Теперь эти детские мучения снимаются с помощью нового протеза и биоразлагаемого материала Кроме того, снимается проблема различного рода осложнений И инфекционных осложнений, которые любят подникать именно на участках этих искусственных протезов Казалось бы, на этом можно остановиться, но в Казанском федеральном университете пошли дальше На базе университетской клиники команды кардиохирургов и анестезиологов Были выполнены операции по вживлению данного протеза, которые показали превосходные клинические результаты Тем самым мы имеем пример быстрого трансферта технологии в жизнь Что составляет саму сущность предмета трансляционной медицины Быстрый трансфер технологии – это ключевой вектор внимания в нашем университете И отрадно видеть действительно выдающиеся успехи на данном направлении Международный Марковниковский конгресс по органической химии При совместной организации Казанского федерального университета И Московского государственного университета имени Ломоносова Прошел в Казани в июне Ведущие ученые и химики мира собрались в Казани на научные собрания Посвященные фундаментальному правилу органической химии Профессора Казанского университета Владимира Марковникова Имя Владимира Марковников мало что говорит широкой публике В то время как в мире ученых-химиков это непрерыкаемый авторитет Во всех учебниках по химии в мире изложено правило Марковникова Владимир Марковников сделал карьеру ученого в Казанском университете Впоследствии создав школу химии в Московском университете Это подняло престиж Казанской химической школы на небывалую высоту в научном мире Поэтому неудивительно, что ректор Казанского университета Ильшат Гафоров И ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий Совместно выступили в качестве президентов Марковниковского конгресса Не лишним будет сказать, что конгресс проходил под эгидой И в рамках мероприятий Организации объединенных наций С 24 по 28 июля в Казанском федеральном университете состоялся Марковниковский конгресс Это одно из крупнейших в мире научных событий, посвященных органической химии Который в этом году прошел сразу на двух площадках МГУ и КФУ Участие в конгрессе приняло порядка 400 российских и зарубежных ученых Из США, Кореи, Китая, Франции, Италии, Японии и других стран Я в десятый раз в КФУ, приезжаю, буду к себе домой Это мое третье или четвертое участие в конференции С каждым годом конгресс становится все лучше Это мой первый визит в России Здесь очень много участников со всего мира В том числе много химиков из России Со многими из них я хочу познакомиться лично У Марковникова было прекрасное понимание химии Настолько хорошо он ее понимал Я уверен, что никто из современников не понимает ее так же, как и он Он инстинктивно понимал, как молекулы будут себя вести и что они будут делать У нас здесь очень много великолепных докладчиков И все они приехали со всего света, а также множество из России Это просто потрясающая возможность познакомиться с новыми людьми Мероприятие приурочено к 150-летию открытия профессором Казанского университета Владимиром Марковниковым в 1869 году фундаментального правила Которое является классикой всей мировой химической науки Правила Марковникова Это правило стало вехой в развитии теории строения И реакционной способности органических соединений Преклоняюсь перед талантом Владимира Васильевича Марковникова Потому что он сделал такой мощный шаг в неизвестное И за ним, как говорится, пошли практически все химики, занимающиеся органической химией Марковников проявил себя как талантливый ученый И организатор науки не только в Казанском университете Переехав в Москву, он основал химическую школу Московского государственного университета Получилось так, что он переехал вначале в Одессу, потом приглашал в Московский университет А в Московском университете в это время не было вообще органической химией И он все это создал Поэтому для нас, работающих в Московском университете Он вообще создатель органической химии и вообще химического факультета в Московском университете Это очень важно В химической лаборатории Казанского университета в середине XIX века возникла научная школа давшая миру целую плеяду замечательных ученых, труды которых составляют золотой фонд мировой химической науки. Все те труды, которые были заложены основоположниками Казанской химической школы, до сих пор продолжаются. Сегодня химическая наука в Казанском университете является одним из приоритетов и успешно развивается. Ученые КФУ разрабатывают и внедряют в производство новые эффективные катализаторы для химической и нефтехимической промышленности. В частности, компания Нижнекамск нефтехим при прямом участии КФУ построены и успешно функционируют две катализаторные фабрики. Исследования проводятся в основном для Нижнекамск нефтехима, но не только. Это и Казань Урксинтез эти катализаторы используют. Очень интересное международное партнерство есть с датской фирмой Хайльдер Тапсё и с американской фирмой Крейтон. Ведутся совместные исследования и построены уже две катализаторные фабрики на территории Нижнекамской нефтехимии и еще одна катализаторная фабрика на территории Менделеевска на территории завода имени Карпова-Химического. Такое тесное взаимодействие с предприятиями республики позволяет повысить качество подготовки специалистов нефтехимической отрасли, усиливая их практическую подготовку. Междисциплинарное слияние других институтов с химиками говорит о том, что они занимают одну из ключевых ролей в развитии Казанского университета в нефтедобыче и фармацевтике. Ученые и химики занимаются разработками лекарств. КФУ разработаны и успешно испытаны в доклиническом формате 8 препаратов против различных заболеваний. Два из них противоопухолевые и противовоспалительные. Уже проходят клинические испытания. В области нефтедобычи тяжелых нефтей и битумов Казанский университет тесно взаимодействует с ведущими компаниями Канады, Колумбии, Китая и многих других стран, принимая активное участие в разработке принципиально новых эффективных технологий. У нас новый корпус построили, который имеет такую логику. Там каждый этаж – это какие-то межисциплинарные исследования. Химия для медицины, химия для нефтедобычи, нефтепереработки, химия для новых материалов, композиционных материалов и прочее. Все это говорит о том, что Казанская химическая школа продолжает все те труды, которые были заложены великими химиками России. 2 июля в Казани начнет свою работу 13-й Конгресс антропологов и этнологов России, организованный одноименной ассоциацией совместно с Казанским федеральным университетом, Институтом антропологии и этнологии имени Миклуха Маклая Российской Академии Наук и Институтом истории имени Маджане Академии Наук Татарстана. События прелюбопытнейшие, равные как и заявленная тема Конгресса – система родства, связей и коммуникаций в истории человечества. Меня лично особенно заинтриговал анонс одной из 63 секций предстоящего Конгресса – «Родство и свойства в предпринимательстве», где предлагается раскрыть роль родственных связей в экономических отношениях – от микроуровня ведения домохозяйств в разных этнических и социальных группах до уровня макро-родственных связей в глобальном международном бизнесе, то есть Ротшильды и прочие интересные фамилии. Включая такой интересный феномен экономической деятельности, как коррупция. Влияние родственных связей в предпринимательстве и шире экономики для России эта тема, на мой взгляд, актуальна особенно. И вот почему. В современном мире общество делится на два типа – развитые и традиционные. Одна из характерных особенностей развитых обществ является ослабленные родственные связи между его членами, но при этом достаточно высокий уровень доверия, высокий уровень социального капитала. Это доверие наряду с развитой правовой системой обеспечивает таким обществом цельность, гибкость, инновационность. Не случайно именно вокруг такого типа обществ сложились современные развитые государства – государства золотого миллиарда. Другой тип – традиционные, с сильными родственными связями, их продолжением в виде связей клановых, тейповых и тому подобное. Так вот, российское общество, на мой взгляд, оказалось в очень некомфортном положении. С одной стороны, налицо ослаблены родственные связи между его членами, что является, конечно, признаком современного развитого общества. С другой стороны, крайне низкий уровень социального капитала в российском обществе, крайне низкий уровень доверия между его членами. То есть отсутствует тот самый связующий раствор, который склеит развитые общества. Это делает российское общество очень уязвимым со стороны любой, даже небольшой, но зато структурированной группы. Перед уголовным элементом, например, перед этническим бизнесом. Каждый раз, сталкиваясь с давлением такой группы, российский обыватель оказывается без поддержки. Не со стороны общества, а часто и без поддержки со стороны государства. А структурированная группа получает экономические преференции и конкурентные преимущества. Отсюда те самые стенания о том, что южане вытесняют коренных россиян с торговли и прочее. Надо ли говорить, какие разрушительные последствия для общества и государства несет такое положение вещей. К сожалению, нынешняя политика нашего государства никак не способствует повышению уровня доверия в обществе, повышению уровня социального капитала. Все потому, что атомизированное общество не способно сопротивляться не только структурированным асоциальным группам, но и произволу властей. Из какового произвола проистекает экономическое богатство лиц, эту власть составляющих. Вот такой есть смутьянский контекст у 13-й конференции антропологов и этнологов России, начинающих свою работу в Казани. 1 июля 2019 года исполнилось 225 лет со дня рождения великого астронома-первооткрывателя Антарктиды, ректора Казанского императорского университета Ивана Симонова. Имя Ивана Симонова, к сожалению, так же малоизвестно широкой публике, как и имя Владимира Марковникова, великого химика, о котором мы рассказывали в нашей программе чуть раньше. Открытие Антарктиды в большей степени связывается именами мореплавителей Лазарева и Белинсгаузена, в то время как именно Иван Симонов был единственным ученым в экспедиции. Именно Иван Симонов, занимаясь астрономическими наблюдениями и определением географических координат, проводил магнитные наблюдения и установил координаты южного магнитного полюса Земли. По инициативе ректора Мельшата Гафурова и решениям ученого совета Казанского федерального университета, 2019 год объявлен годом великого астронома, первооткрывателя Антарктиды, ректора Казанского императорского университета Ивана Симонова. Казанского федерального университета Казанскую обсерваторию и принявший участие в экспедиции, позволившей доказать существование шестого материка Земли, Антарктиды. Самым значимым в жизни Симонова то, что определило всю его дальнейшую судьбу, стало участие в пругосветной экспедиции под руководством Лазарева и Белинсгаузена, которая проходила с 1819 по 1821 год. В ходе ее был открыт новый континент, Антарктида. Иван Симонов сыграл большую роль в развитии науки в Казанском университете. В первую очередь это прогресс в сфере астрономических исследований. Под его руководством была построена Казанская астрономическая обсерватория. Симонов руководил Казанским университетом в течение 9 лет. В 2010 году по инициативе Музея истории Казанского университета на территории бывшего Кизического монастыря была установлена памятная плита. К юбилею открытия Антарктиды многие музеи будут делать выставки. И они находятся в поиске тех диковинных предметов, которые были привезены из экспедиции. Но, как выяснили исследователи, нет их в кунсткамере. Это одно из старейших хранилищ и музеев нашей страны. Нет их в военно-морском музее. И мы абсолютно точно знаем, что те предметы, которые привез Симонов из этой экспедиции, они находятся в коллекциях, в собраниях, в музеях Казанского университета. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Приемная кампания в разгаре и различные рейтинги вузов сыпятся, как из рога изобилия в информационном пространстве. Но рейтинги рейтингов рознь. Скажем, результаты британского агентства Куэрли Саймонс для Казанского федерального университета весьма значимы, поскольку они принимают своего внимания программе повышения конкурентоспособности российских вузов ТОП-5100. За комментариями по результатам рейтингового агентства КУЭС мы обратились к проректору Казанского федерального университета Марату Сафиулину. Стали известны результаты одного из наиболее авторитетных международных академических рейтингов – КУЭС World University Ranking, включающий в себя тысячи лучших высших учебных заведений со всего мира. Дело в том, что в отличие от многих других рейтингов, там меньше всего субъективной составляющей, то есть мнения экспертов и непрозрачных оценок. То есть там больше всего четких измеримых параметров, и поэтому достаточно четко видно, по каким направлениям нужно нам работать для того, чтобы достичь хороших международных позиций. Так, в общем рейтинге университетов мира КФУ занял 392-ю строчку. При этом два года назад Казанский вуз занимал в этом списке место в группе 441-450, а год назад – 439-ю позицию. Таким образом, суммарный рейтинговый балл университета составил 28,5. Это на 2,3 выше прошлогоднего показателя. Академическая репутация, еще раз, это, скажем, улучшение ситуации с цитированием и качеством наших публикаций. Работа иностранных преподавателей высоко оценена и доля иностранных студентов. Вот эти четыре важных компонента, они и послужили нашему росту. Увеличение продуктивности отметили не только зарубежные агентства, но и отечественные. Ранее Казанский федеральный университет вошел в первую десятку десятого национального рейтинга университетов международной информационной группы «Интерфакс» по итогам 2018-2019 года, заняв 9-10 место. Отметим, КФУ показал рост в данном рейтинге и с 2018 года поднялся на два пункта. В частных рейтингах КФУ существенно улучшил свои позиции по блокам «Образовательная деятельность» на 8, «Бренд» на 6, «Интернационализация» на 3, «Исследовательская деятельность» на 2, а также сохранил прошлогодние позиции по блоку «Социализация», заняв первое и второе место. В этом году отличился не только университет. Рейтинговое агентство «Райк» спервые подготовило рейтинг «Лучших школ России» в сфере информационных технологий. IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета вошли в топ-100 рейтинга. Цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов в сфере IT. В рейтинге лучших школ в сфере информационных технологий вошло 200 школ из 44 регионов России. Так, IT-лицей КФУ занял 56 место. На 99-й позиции расположился лицей имени Лобачевского. Итак, уважаемые телезрители, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универт.В». Если вы вдруг захотите просмотреть наши программы вновь и вновь, то сделать это можно очень просто. В поисковой системе набираете студенческий телеканал «Универт.В». На появившуюся ссылку нажимаете, и вот вы уже на нашем сайте. Вел программу Эльдар Каримов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин